У нас 24 воскресенье заканчивается в предыдущем, 25 октября мы начинаем новое. Добрый день, мы с вами традиционно встречаемся. За несколько дней до окончания действия указа губернатора, связанного с введением режима повышенной готовности с учетом коронавирусной инфекции, действующий указ заканчивается 24-го, или в ночь 24-го на 25-е число. И мы с вами уже обсуждали в течение почти двух недель, я надеюсь, что вы с министрами, заместительным председателем, губернатором и правительством обсуждали, что на протяжении уже нескольких недель у нас достаточно стабильные результаты, мы, слава богу, не растем, и по вовлеченным в коронавирусную инфекцию у нас, слава богу, достаточно очень хорошие темпы выздоровления, связанные с коронавирусной инфекцией. Ну и, конечно, раз так ситуация складывается, я вас попросил проработать вопрос о серьезном снятии ограничений на целый ряд моментов, которые мы могли бы, так сказать, порадовать и людей, и бизнес, чтобы они быстрее возвращались к обычной жизни. Спасибо, Сергей Иванович, действительно, с учетом изменения санитарно-эпидемиологической обстановки мы видим, что улучшения есть, и мы достигли определенной стабильности, что не может не радовать, и в связи с тем, что у нас режим повышенной готовности, как вы правильно сказали, 24-го включительно заканчивается, мы совместно с органами исполнительной власти и с федеральными структурами, в том числе контрольными, подготовили проект указа, вот, Сергей Иванович, я вам его представляю. Он согласован, да? Он согласован с полным объемом, в том числе с Роспатриотнадзором, мы специально на штабе обсудили его положение. Предлагается, во-первых, продлить до 28 февраля действия введенных в режим повышенной готовности. Ну, понятно, сам режим, он не отбирает. Ну, то есть, коронавирус, он не уходит, в любом случае, мы его продляем до конца февраля, чтобы посмотреть, в том числе, как предлагаемые ограничительные меры именно со смягчением будут работать. Что предлагается? Первое, ну, мы помним, что больше месяца у нас лица из так называемой группы риск свыше 65 лет, а также больные хроническими заболеваниями было принято решение и находились на дому. Так называемая самая обязательная изоляция была. Предлагаем сделать это рекомендательным. То есть, люди могут и находиться дома, и могут одновременно, так сказать, если есть такая необходимость, если у них есть ощущение того, что они себя защищают в тех или иных, так сказать, моментах, выходить на улицу, выходить там куда-то к родственникам, близким. То есть, они теперь могут спокойно перемещаться. То есть, они могут сами решать, но даже те, кто работает из них, у нас есть норма о том, что по их желанию работодатели их переводят на удаленную. То есть, если кто-то сомневается, они имеют право выбора, то есть, работать дома. Второе. Все-таки много было обращений, и федеральное постановление содержит возможность предлагать Сергею Ивановичу продлить работу в режиме общественного питания до 23 часов. То есть, держать бизнесу возможность работать и зарабатывать финансовые средства и платить на деньги. И исключить норму, которая у нас была, о том, что исключается проведение банкетов, свадеб, корпоративных, торжественных мероприятий. Понятно, что строгие... Это отменяется. Отменяется, да. То есть, можно будет в общественном питании или в других помещениях. Но понятно, что с соблюдением санитарных норм, которые Роспотребнадзоровские есть. Все рекомендации, то есть, персонал у нас, рассадка определенным образом. Количество зрителей, которые присутствуют на трибуну, спортивных, театрально-зрелищных мероприятиях, тоже предлагается увеличить с 30 до 50%. Это очень хорошая норма. Люди, руководители многих культурных, досуговых учреждений обращались, потому что коллективы уже соскучились, хотят как можно быстрее выйти на сцену, показать свое мастерство, искусство. Хорошее предложение. Кроме того, у нас торжественная регистрация брака. Сейчас могли только близкие родственники присутствовать, буквально самые близкие. Предлагается расширить тоже много обращений до 10 лиц, чтобы одновременно могли бы находиться при Росписи. Но с учетом того, что можно будет и торжественные мероприятия проводить, можно сказать, что свадьбы, они у нас, может, возвращаются в таком нормальном режиме, обычном. Кроме того, предлагается отменить запрет нахождения несовершеннолетних в торговых центрах без родителей. С учетом того, что это вводило в том числе каникулярное время. Очень важное предложение – это возобновление. У нас не работали с марта, то есть с самого начала, фактически, действия ограничительных мер, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в торговых комплексах, ну и в иных организациях. То есть предлагается возобновить, чтобы не более 8 человек находилось там, детишек, чтобы не более 1 человека на 4 квадратных метра, то есть ограничение. Но действительно было много обращений, вот мы сейчас такое решение приняли. Если вы подпишете, оно будет утверждено. И все, что касается всех, это организация у нас сейчас не менее 30% должно быть на удаленке, а предлагается снизить до 10%, чтобы работать в реальном секторе экономики, в организациях. А вот в эти 10% будут входить именно кто? Группы риска на удаленку, беременные женщины в том числе, а также те, кто, допустим, работа, возможно, будет на удаленке. Ну то есть фактически к нормальному состоянию у нас и наш такой реальный сектор экономики. То есть мы таким вот образом поддерживаем заводы, фабрики, и даем возможность как можно большему количеству людей вернуться в обычный режим работы. Мы открываем новые возможности для ульяновского бизнеса. И мы даем возможность и детям, и нашему взрослому поколению максимально уже без каких-то таких вот жестких ограничений жить практически полноценной жизнью. Ну и было действительно пожелание от участников штаба, рассматривали, что если действительно вот в этот месяц, который, ну, чуть больше месяца, до конца февраля повышения не будет, количество коронавирусов будет, улучшения, конечно, еще готовятся, в том числе уже звучали вчера по детской оздоровительной кампании предложения, потому что очень всех это волнует. То есть я думаю, что мы, дай бог, еще будем готовить предложения. Хорошо. Тогда давайте я поддержу все ваши с коллегами из правительства наработки. Подпишем указ и просил бы его незамедлительно зарегистрировать, чтобы сразу же довести до населения ульяновского. И на подвлекование. Спасибо большое.